Друзья, всем привет! Вы на канале Свежак, с вами, как всегда, Чернокнижный, и сегодня мы будем разговаривать о лютом пиздеце, которое происходит здесь сейчас. Так как пособок и безработица хватает только на тетрадку, поэтому новости буду читать с тетрадки. Шучу. Ладно, поехали, Свежак, третий выпуск. Усатый фельдмаршал продолжает бегать и стращать своих граждан. Всякими непонятными выпадами. Почему-то одел своего 15-летнего сына в полную амуницию, такую нихуевую, кстати. Проводит какие-то странные совещания, где присутствует он, его 15-летний сын в амуниции и, собственно, какая-то непонятная тетка. Видео появилось в интернете, что Лукашенко, значит, с калашом спускается с трапа вертолета, но почему-то у калаша нету магазина, то есть магазин с патронами как бы не пристегнут. То есть нахуя ему калаш без магазина с патронами, а рядом, собственно, идет, ну, охрана, там несколько человек и сын в полной амуниции. Блядь, ну тогда уже палку бы взял бы. Эта палка ничто. Зачем высотый фельдмаршал пытается такими методами непонятными доказать всему миру то, что он Саша 3%? То есть это мне непонятно. Народ выходит, многотысячная толпа, 250-300 тысяч человек в Минске на площади независимости собрались в это воскресенье. И вот же, собственно, что они скандировали. Может быть, после этих лозунгов как-то Лукашенко услышал это все и схватился за этот калаш без магазина и бегает с ними, как Агал делает тролль. И непонятно, что вообще происходит у него в голове. Потому что в интервью, собственно, журналистам он говорит одно о том, что он классный, добрый, позитивный чувак, который рубится за, собственно, права и свободы своих граждан. А в другом интервью он говорит, что это, то есть риторика его мыслей, то, что это моя страна и я его не отдам. У каждого человека есть свое право на свободу мысли, свободу действия, свободу слова и так далее. Почему-то усатый таракан хочет это все забрать в свои кровавые руки. Давайте с вами поиграем в игру, которая называется «Угадай страну». Я буквально вчера наткнулся на один очень интересный текст, который гуляет по просторам интернета. Мне он понравился, и я хотел бы с вами поделиться этим текстом. Итак, поехали. Отравить могут? Вылечить нет. Устроить голод могут? Накормить нет. Украсть чужое могут? Создать свое нет. Солгать могут? Сказать правду нет. Угадай страну. Напишите, пожалуйста, комментарий под этим видео, ваше предположение, что это Готэм, что это может быть Мордор, что это за такая интересная страна, собственно, которая описывает автор этого текста. Ну и, собственно, о ядовитой ситуации вокруг Алексея Навального. Как мы знаем, это трагическую историю, но я надеюсь, с счастливым концом, что Алексей все-таки выпутается. Было уже заявление Киры Ярмыш в своем твиттере, она написала, что отдельно хочу еще раз проговорить то, что у Алексея токсическое отравление, сказали мне врачи скорой. Это было не мое предположение, то есть первый же медик, который увидел Алексея, сделал такой вывод, все последующие дни главврач Омской больницы просто морочился в голову. Собственно, такое заявление Киры Ярмыш о ситуации с отравлением Алексея Навального и тут же можно наткнуться на ее ретвит ТАСС, официального твиттера ТАСС, который, собственно, написали. Утверждение об отравлении Алексея Навального является поспешным, и клиническая картина не соответствует типичной при такого рода ситуациях, заявил руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев. И, собственно, вот что написала Кира Ярмыш на этот твит. Сотруднику Департамента здравоохранения Москвы это, конечно же, известно. Что тут можно сказать? Знаете, я хочу еще сейчас показать твит супруги Алексея, которая написала, почему меня так рьяно не допускали в реанимацию и на консилиум? Если бы я увидела аппарат ИВЛ, которым вентилировали Алексея, я бы молчать не стала. ИВЛ-убийца 20-летней РО-6, почти снятый с производства Хирана и вечно барахлящий Тритон, и они еще хотели там его оставить. Ужасно, написала супруга Алексея Навального. Я сейчас выведу на экран, собственно, этот аппарат, который называется аппарат ИВЛ, РО-604, модификация 21-57-5. Что-то тут напоминает такой робот, который ездил, но мне кажется, тот робот был технологически покруче, чем эта сумасшедшая зойберг-машина. Сейчас я выведу на экран тоже картинки новых аппаратов искусственной вентиляции легких. И, ну, так сказать, они немножко расходятся с этим. Но что тут можно сказать? Наверное, если в Омской больнице, в которой находился несколько дней Навальный, до того, как его отпустили и вырвали из кровавого когтей системы, находился, собственно, этот аппарат. Ну, наверное, он еще не списан. И, наверное, еще раз покажу картинку. Наверное, в современной медицине у нас в России этот аппарат считается... Это Россия! Хабаровск. Посланник Темного Лорда, который был направлен прямиком из баня в разгорающуюся протестное настроение Хабаровска, теперь, походу, решил конспирироваться или зачем он это делает, я не знаю, но начал разговаривать с бабушками на английском языке. Мне кажется, пора вводить в свежак рубрику «Нахуя они это делают?» И, собственно, Лукашенко, который бегает с автоматом без магазина. Дегтярев, который разговаривает с бабушками на английском языке. На хуевом английском, опять же, это не мое мнение, мнение интернета. То есть, для чего они, собственно, замутили такую канитель непонятно, может быть, он конспирируется. Вот у меня такое предположение, что когда он с Соловьевым в прямом эфире на вопрос Соловьева ответил, что там в Хабаровске 20-30 человек... Каждый вечер человек 20-30 ходит. Там орут под окнами, но ситуация стабильная, все нормализировалось. В тот момент там, кстати, было 30 тысяч, по-моему, или 50 тысяч. Сейчас я выведу это на экран. И он сказал о том, что там 20-30 человек, они что-то там бегают, что-то им нужно. Ну, короче, все нормально, все стабильно. И, собственно, когда я вижу видео, когда он разговаривает с бабушкой на английском языке, у меня возникает такой вот, такой червячок закрался в мою голову с вопросом, а может быть, он конспирируется, может быть, он только по-английски умеет разговаривать. Ну, то есть, 30-50-100 тысяч человек, которые выходили на площадь, скандировали известный лозунг. Путин, выпей чаю, Хабаровску угощает. И Дегтярев не слышит просто потому, что он не знает русский, он забыл русский язык. Может быть, поэтому, потому что нахуя с бабушками на английском языке разговаривают. Господа, выпуск закончим, как всегда, видео-стихотворением. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видосы. Ну и, собственно, Живе Беларусь, Навальный Живей. Мужики защищают семя, да дом родной. Чтобы нового поколения семя проросло, да не занесло горем близких. Мужик тащит каждый день при иске. Скитание ради пропитания, здоровичку отцам родным, да дедам слава, да поклон в ноги. Да голову вниз покорно, пред огнем вечным. За небо ясное, за солнце, за руку с улыбкой, за детей, за страх перед словом солдат русский, за опаску перед народом. Мы ведь люди такие, без опаски, в городу гордо тащим братьев больных волоком. Кусок хлеба тем, кто смотрит волком на нас, но неужели наши деды падали ради того, чтобы падаль нас собирала до нитки. Пока веки будут подниматься и сердце будет биться, будут вторить свое, в надежде, что хоть на каплю этот меркантильный мир изменится.